Это Черногория, город Котор. И сейчас я вам покажу дорогу на Старую Кребость, где поднимемся на самую гору. Оттуда открывается панорамный вид. Мы здесь находимся на площади Стова Лука, а впереди у нас находится храм Святого Николая. От храма Святого Николая идем направо для поднятия по центральной дороге на крепость, наверх, по Старой Дороге. Пойдемте. Вот мы подошли в переулку, к главному входу для поднятия на крепость. Здесь, вы видите, сушится белье, потому что балкончиков нету, и нету места, где сушить белье. И люди делают с веревок сушилки, натягиваются с одного дома на другой дом и стирают свои вещи. И соседи между собой договариваются, кто когда стирает. В один день не могут один и второй сосед постирать, потому что будет бунт. Все здесь получат, и соседи, и туристы. И поэтому они между собой всегда договариваются, кто когда стирает. Это такая вот особенность города Котора. Сушить белье на веревках. Вот мы поднимаемся сейчас. Когда вы будете подниматься на крепость, возьмите с собой удобную обувь. Кеды или кроссовки, чтобы легко можно было подняться. И лучше всего подниматься рано-рано утром или уже под закат. Потому что днем очень сильное солнце парит. И обязательно нужно взять с собой водичку. Самое главное, не быстро подняться на крепость, а сам процесс. Потихоньку подниматься на крепость, любоваться видами, останавливаться на каждой остановочке и смотреть. Как красиво. Очень красивый город Котор. А еще когда звучит колокольня, зовут всех на службу. Море. Впереди море, видите? Отражение. Подъем только наш начался, а до самого верха еще подниматься. Подъем занимает от 45 минут до часу, чтобы подняться наверх. Дорога идет змейкой, серпантинами, то вверх, то вниз. Везде сугрубы камни, и нужно смотреть под ноги. Вот так вот выглядит подъем на крепость. Вот мы преодолели очень большой путь. пьем воду, вода обязательно. Уже осталось очень мало. Вот, посмотрите вниз. Если видно, сколько мы прошли, но здесь как бы саму тропу трудно видно. Она змейстая, открывается за стенами. Вот видите, люди поднимаются, спускаются. С детками немножко будет трудно, но можно подняться. С коляски очень тяжело, но вид сумасшедший. Отсюда вид. Утром было классно подниматься, потому что отражения вот этих маленьких домов были в заливе, в море, а сейчас уже солнышко, уже жарко. И задумайтесь, когда будете подниматься, это рано-рано утром или на закат. Вот видите, внизу зигзагообразная дорога для подъема на крепость. Администрация не контролирует эту дорогу, но периодически замуровывает. Внизу находятся, вот видите, козочки. Вот мы уже наверху находимся. Я вам потом покажу вид. Самый верх это флаг Черногории. А здесь находится внизу бесплатная дорога, зигзагообразная. По ней не только можно добраться на крепость, но можно подняться и наверх на гору Ловчин. Вот она дальше идет дорога. Прямо на Ловчин можно подняться. Вот полюбуйтесь видом. Шикарнейший отсюда вид открывается с крепости. Можно взять с собой водички, можно взять с собой две маленькие бутылочки вина и понаслаждаться этим видом. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...